Всем привет! Тема нашего сегодняшнего выпуска – «Как взыскать задолженность с физического лица». Мы остановимся на варианте, когда мы являемся физическим лицом, и нам задолжало также физическое лицо. Такие ситуации у нас, к сожалению, бывают, когда мы даем в долг друзьям, знакомым, и зачастую этот долг не возвращается. Как правило, если мы даем денежные средства в долг, то обязательно оформляем расписку, то есть в письменной форме сделка осуществляется. И именно по этой расписке мы можем взыскать задолженность в судебном порядке. Расписка может быть заверена нотариально, но простая письменная форма имеет такую же юридическую силу. Если мы у нотариуса заверяем расписку получения денежных средств, соответственно, не обязательно будет прибегать к судебным экспертизам со стороны оппонента. Мы будем уже уверены, что никаких продолжительных судебных тяжест не возникнет с точки зрения оспаривания оппонентам своей подписи на данной расписке. Если же расписка совершена в простой письменной форме, она имеет юридическую силу, суды ее принимают и рассматривают в качестве доказательств. Но другие стороны, злоупотребляя своими правами процессуальными, могут просто затягивать процесс, утверждая, что подпись не моя на расписке, да, вообще она переделана, составлена на другую сумму. Нотариальное заверение, оно просто дает нам гарантии, что никаких сложностей при взыскании не возникнет. Безусловно, рекомендуется соблюсти досудебный порядок, потому что если мы направим претензию данному лицу на его адрес, то, соответственно, есть вероятность, что он либо начнет выплачивать долг, либо выплатит его полностью. В том случае, если наша претензия остается без ответа, то нам необходимо будет обращаться в суд. Итак, мы подготавливаем документы в суд. Подготавливаем исковое заявление, уплачиваем государственную пошлину и подаем комплект документов вместе с иском в суд общей юрисдикции, как правило, это районный суд, по месту нахождения должника. Если сумма долга не превышает 500 тысяч рублей, можем воспользоваться приказным производством. Что такое приказное производство? Судебный приказ – это судебный акт, который, по сути, является также исполнительным документом. Он позволяет осуществить взыскание с должника в упрощенном порядке. Мы подаем судебный приказ. Государственная пошлина составляет половину от иска. И суд без участия сторон отправляет судебный приказ должнику. Если должник не против и никаких возражений в отношении судебного приказа не изъявляет, то, соответственно, суд выдает нам судебный приказ, который является исполнительным документом. И мы можем данный судебный приказ отнести в службу судебных приставов и взыскать задолженность в таком порядке. То есть это очень удобно. Если же сумма долга превышает 500 тысяч рублей, значит, мы идем путем общего искового производства. Подаем иск в районный суд по месту нахождения должника. После того, как суд выносит решение о взыскании долга в вашу пользу, вам необходимо будет дождаться вступления решения в законную силу, получения исполнительного листа. И далее уже исполнительный лист также подается в службу судебных приставов. И вы ожидаете, когда приставы взыщут данную задолженность в вашу пользу. Есть один момент. Безусловно, это процесс очень долгий. Пока вы просудите задолженность, пока получите исполнительный лист, пока сдадите его в службу приставов, пока дождетесь, что приставы взыщут этот долг. Есть вариант продать этот долг. Большинство коллекторских компаний приобретают долги. Есть организации, которые занимаются покупкой задолженности. Но следует отметить, что сумма данной покупки, как правило, существенно ниже 50-40% от основного долга. То есть вам придется продать его за более низкую стоимость, чем вы хотели бы получить. Ну, собственно говоря, процедура взыскания задолженности с физических лиц, она достаточно простая, но сложная, трудоемкая с точки зрения времени. То есть необходимо будет и посещать судебные заседания, и посещать судебного пристава после того, как вы получите исполнительный лист, узнавать, как продвигается процедура взыскания. Выиграть суд – это еще не получить долг. Один из примеров. Взыскивали по расписке задолженность, достаточно приличную, 3 миллиона рублей. К сожалению, не получилось взыскать в приказном производстве, поскольку сумма долга была существенно превышена допустимой законом. Было несколько заседаний. Расписку не оспаривали. Оспаривали факт передачи денежных средств. Пытались убедить суд, что на самом деле по этой расписке денежные средства не передавались. Но, тем не менее, суд надлежащим образом исследовал все доказательства, и денежная сумма была взыскана в полном размере. На этом у нас все. Обращайтесь к нам за помощью, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всего доброго!